Всем привет! С вами Алиска на Бериллаб. Работаем с картами, смотрим с погодой на ближайшие дни, делаем катаклизмы. Начинаем с Европы, смотрим какие здесь процессы. К Франции подходит вот здесь такая вот ячеечка, да, то есть мини-циклончик, который может себя показать очень хорошо, да. Мы видели вчера, что показала вот эта вот тоже система, которая прошла из Франции. Она была такая же по размерам, чуть, может быть, чуть подлиннее, такой сигарообразной формы была ячеечка. И вот она прошла через Альпы, там резко усилилась и вышла в Северную Италию, Словению, Хорватию, что мы вчера наблюдали. В Сербию дошла вечером и в итоге вот какие были события. В итальянских регионах Венето и Фриули и Джулия продолжаются сверхсильные штормы с градом диаметром до 10 сантиметров. Реально, градины были огромные. Этим штормам удалось продержаться некоторое время в побережьях Адриатики, но потом они рассеялись. Однако, в Южных Альпах, в Восточной Ломбардии образуется больше штормов и у них может быть меньше проблем с поддержанием себя в низинах долины Поа. И, соответственно, появились идеальные условия для образования очень крупного града из-за сильного сдвига ветра. Да, и вот эти вот, получается, как лукообразные, да, вот этот шкваловый город появился там со смещениями на разных высотах происходит скоростей ветра. Да, и есть в итоге вот такое вот выпадение просто крупнейшего града из-за этого произошло. Вот, кое-где там очень мощные шквалы произошли. Ну, больше всего пострадала провинция Тревиза, недалеко от Венеции. Там повалило деревья, там разбило автомобили. Причину ставят тем, что в Риме температура была 38 градусов, а на границе Словении была температура 22 градуса. Вы можете себе представить вот этот фронт, насколько хорошо он подпитывался. И итоги понятны. Ну, это еще не все, он прям пошел этот фронт на столицу Хорватии, Загреб, и, если вы видите, там и башенные краны упали. И вот настолько сильный шквал был. Ну, естественно, там деревья, все это не считаем. Ну, и затопило, там даже трамваи показывают, что не ходили. Просто, как говорится, по колено воды, если не больше, и трамваи уже не могли продолжать движение. Но сегодня все это, судя по всему, приехало в Румынию, Западную Украину, может быть, частично Беларусь, Затронница, да, и вот Южную Украину, Одессы. Здесь вот такая вот очень-очень мощная такая система грозовая. Смотрим в Восточную Европу. Здесь циклон находится сейчас, давайте посмотрим конкретно центр, рядом с Актывкаром, у Сагорска находится центр этого циклона. Он, с одной стороны, немножко подкручивается, проливает очень хорошо осадки он на землю, то есть, такой увлажняющий циклончик. Вот, но, что по нему можно сказать, что за сутки отмечены сильные дожди были в Смоленской, Тверской, Брянской, Московской, Владимирской, Интабовских областях. Вот, ну и самый сильный дождь был на западе Московской, юге Тверской, там 75 миллиметров, на востоке Смоленской до 51 миллиметра. Вот такие вот итоги прохождения этого циклона. Ну, сейчас он, естественно, поднялся выше по Волжью, идет уже в сторону Беломорья, но за ним, за тук, идет довольно-таки прохладного воздуха и хорошо продувается Европа за счет него. Смотрите, прям такой продув. И я сегодня рано утром бегал, и, знаете, уже было как осенью, уже не было никакой летней духоты, там что-то еще уже вот это хорошо продуло. Ну, у меня вообще такой фруктовый, ягодный забег был, там и сливы, и алыча, и, ну, там по садам бегал, то есть, по равнине, по садам такая легкая пробежка. И ежевика, то есть, ну, завтрак вышел сегодня хорошим, такой, естественно. Так, это хвост, хвост, даже два хвоста можно проследить. Один вот идет сюда, в сторону западного Казахстана. Здесь больше похоже на сухие грозы, ну, хотя, может быть, где-то и промочит пару капель, хотя маловероятно. Вот Александр Тачков пишет из Астрахани, в Астрахани вчера было плюс 34, по-прежнему засуха, за месяц выпало всего лишь 2 миллиметра осадков. Но не жарко, хотя сейчас по климату самое жаркое время. То есть, видите, человек пишет плюс 34, но не жарко. Почему? Потому что он осознает, что в это время должно быть плюс 40, вот, а не плюс 34. И Александр пишет, странно, почему не жарит? Вот так вот получается, потому что продувает очень хорошо. Видно, что, опять же, за счет продува идет западный перенос через весь Казахстан тоже он проходит. И в этом же причина, почему жарко сейчас в Восточном Казахстане, почему жарко в горах Средней Азии. Да, потому что жара просто прибивается просто к этим горам, да. И вот пишет юзер ГУ1-1Д. Это лето в Алматы очень жаркое. Уже в июне была жара, сейчас еще хуже. В тени было 40 градусов. Вот, о чем и речь, что жара прибивается. А с другой стороны, она здесь же и выносится, выносится, да. Сюда вот в сторону Ямала. Вот таким вот очень хитрым путем через Южную Сибирь, затем Западную Сибирь, в сторону Ямала. И даже чуть-чуть Таймыр получает от этой пользы. Это мы вчера еще разбирали. Ну, вот за счет, опять же, вот этой такой сложной системы, было торнадо вчера, позавчера днем, точнее, категории F1 в селах Половинная и Байдары Курганской области. Вот из-за циклона, да, который как раз вот здесь вот сейчас воцарился в этом регионе. Так, ну что, кстати, здесь тоже могут быть мощные грозы, вот как раз на границе Казахстана и РФ. Так что, будьте осторожны. Еще вот здесь грозы как раз в Северной Сибири, возможно, за счет выноса вот этого горячего воздуха. Немножко в северо-западной Якутии, в западной Якутии. И, кстати, смотрите, опять подошло сюда, вот, ну, я думаю, что это преимущественно в горах, но в Восточной Сибири вот такая вот система находится. Алексей Васильевич пишет, всем здравия. В Иркутске аж неделю обещают стабильную местную летнюю погоду без каких-либо катаклизмов от плюс 14 ночью до плюс 28 днем. Самая комфортная погода, ни холодно, ни жарко. Сегодня так же было, всегда бы так. Ну, вот, Егор отвечает, всегда бы так не подходит, потому что всему зеленому живому волны тепла и прохлады необходимы для правильной цикличности событий. Только эти переходы могут происходить более плавно или резко. Когда резко, то происходят шквалы, грозы, ливни, грады и прочее безобразие. Ну, вот как было на Балканах. Ну, там, кстати, в Сербии тоже там еще не поступила информация, но я думаю, что там тоже будут какие-то разрушения. Если нет осадков регулярных и жара стоит, то жди ветра и пожаров. Да, абсолютно правильно. Так, ну вот, Женя 86 пишет из Омской области, как раз спасибо, тут в Омской области плюс 20 градусов. Ну, немножко прохладнее стало. Так, Светлана Светикова пишет из Ростова. На Дону обещали дочь ночью, но не случилось, а так хотелось. Доброго всем спасибо вам большое, Светлана. Василиск 66 пишет. Ну, кого как, а у нас аномальная зона. Сегодня солнце целый день, северо-восток Самарской области. Да, вот у вас как-то вы умудрились проскочить среди этих стомовых систем. Так, ну и Виталий Виштолюк пишет спасибо, благодарю вас. Так, идем дальше. Теперь смотрим, что здесь в Приморье движется вот такая полоса от Якутска, получается, до Кореи практически. Вот такая вот стеночка. И в самом Приморье тоже мы здесь видим такую полосочку из гроз. Морость у нас на Чукотке, на Камчатке легкая. Так, в Индии продолжаются осадки. Смотрите, здесь вот прямо очень-очень мощно на западе Индии. Мьянмад уже отхватывает хорошо сезон дождей. Там даже Таиланд готовится к приходу вот этого циклона, остатков тайфуна, точнее, который в Китае там наделал делов. Он с одной стороны там разрушение вызвал, а с другой стороны там и моллюсков им накидал. Там несколько тонн, чтобы люди могли подкормиться. Так, ну в Австралии все хорошо. Давайте посмотрим, где сейчас происходят наиболее сильные грозы. Это, кстати, вот при Черноморье мы видим, да, вот Южная Украина здесь, в районе Карпат, Западная Украина. На севере, возможно, грозы. Грозы в предурале вот такая система, да, от Каспия до Южного Урала идет на границе Казахстана и ИРФ. И вот по северу. Ну, все, что мы разобрали, практически там, везде мы видим грозы. Ну, естественно, вы на Китай. Давайте прямо сейчас глянем, где у нас наибольшая сейчас активность. Это, кстати, Западная Украина. Да, видно, что сюда как раз пришли вчера события, вчерашние события. Поэтому будьте осторожны. В Польше тоже это само наблюдается. Ну, и, возможно, вот здесь Юго-Запад Беларуси тоже затронут. Румыния на севере здесь поблескнет. Швеция, кстати, подсоединяется, да, что неожиданно. Не совсем ожидаешь такого. Давайте посмотрим, что там по архиву. Да, очень хорошо вот здесь сверкает сейчас в Западной Украине. Поэтому будьте осторожны. Ну, кстати, здесь в Казахстане тоже, в районе Урала, Сибири тоже мы видим, сверкали. Хорошо, грозы. Поэтому, кто охотится за ними, могли понаблюдать, сделать видео. Так, температуры смотрим. Ну, видно, вот с Северного моря прямо вот сюда такой заток прохладного воздуха идет с северных регионов, от Гренландии, с востока Гренландии. Поэтому прохладно сейчас даже в Великобритании. Видно, что 14 градусов практически везде. Даже в Лондоне всего плюс 19. Прохладно на Балтике, на Западной, на Восточной где-то 17-18, 19 градусов, в Вильнюс 20 градусов. В Центральной Европе тоже не жарко, да. 21-22, но вот более-менее тепло. Это Хорватия, Венгрия. Это все последствия выноса в Италию. Сюда жары из Африки. Здесь Рим 34, на Сицилию плюс 37, Тунис 38, но все равно немножко-немножко бы упала температура. Уже не такая жара. Мы наблюдаем здесь по востоку Испания тоже заходит такой полоской. В районе Стамбула плюс 31 градус. Ближний Восток 29-32, Каир плюс 38. Багдад 45 градусов, в районе залива 45, Дохи, Абудабе 38, Куэйт 41. Дальше давайте посмотрим Украину. Здесь интересный момент. Здесь довольно-таки прохладно на Западе и в Беларуси прохладно. А вот на юго-восток здесь идет полоска тепла, довольно-таки узкая. И температура 27, в Киеве 26 градусов. В Ноктавиан 2011 пишет, похолодало у нас в Украине как-то. И лето какое-то не жаркое в этом году. Вчера вечером уже прохладно было, всего плюс 24. Солнце стало раньше садиться, в 21 час уже ушло. Чувствуется, что лето уже понемногу уходит и это радует. Ну, хорошо. Кому как, в общем-то, мне как-то это никогда особо не радовало. Хотя, как бы, я и люблю и зиму, и закаляться, и вот эту тишину. А осенне-зимнюю тоже обожаю. Но все равно лето и с лето, да. Вот эти вот, когда утренние пробежки, как сегодня, такие фруктово-ягодные. Это, конечно, заряжает на целый день. Так, потом мы видим здесь в Украине около Кривого Рога. Такая зона, да, Одесса, Кривой Рог. Очень прохладно получается, да, относительно. Давайте глянем в Одессе. В Одессе, кстати, ничего еще, 25 градусов. А вот в районе Днепра, наверное, самая низкая температура. Плюс 20 градусов здесь. И дальше, восточнее, либо южнее, здесь уже хорошие идут температуры. Харьков 24, Севастополь 28, Ростов-на-Дону 26, Краснодар 28 градусов. Вот такие температуры. В Элисте 28, Астрахань 32, Ворске 26, Саратов 23, Самара 23, Казань плюс 22 градуса. Вот BSLV Channel пишет. В Казань 19 июля утром плюс 26, жара на солнце плюс 36, днем похолодало до плюс 21. Начался ливень, стало прохладно, ночью плюс 14 градусов. Ну, сейчас вот до вас дотянулось все равно здесь тепло, более-менее комфортно должно быть. Вот что пишет юзер WD67X. В Беларуси, Минский район, вчера выпало сантиметра 3 дождя. Были очень сильные порывы ветра, жара спала. В среднем сейчас 20 на 12. Ну да, так и выходит сейчас день, вот 20 градусов, ночью, судя по всему, 12. Хотя Гумель сюда вот заносит тепло плюс 23 градуса. Ну и смотрите вот за этой вот системой, потому что она уж супер активна. И судя по всему, она движется сейчас в северо-восточном направлении. Понаблюдаем, как быстро она уж тащится и докуда дойдет. Так, Алексей Покровский пишет, Алекс, спасибо, благодарю вас. Инси Любовь пишет, спасибо, Алекс, очень подробный разбор. Всем здоровья, мира и добра. Добрые пожелания. Благодарим вас, Инси Любовь. Ну а мы теперь пришли в Среднюю Азию и смотрим, какие здесь процессы происходят. Ну это вот западный перенос, а вторичный процесс опять отток жары вот сюда на юг уходит. В Ашхабаде плюс 38, Туркминабад 38, Туркминабад 38, Душамбе 36, Ташкет 37, Бишкек плюс 32 и Алматы плюс 29 градусов. Немножко прохладнее стало в Алматы, но ненадолго. К выходным там опять жара вернется. Отличная погода стоят в Сибири, причем интересно, что здесь чем южнее, тем прохладнее, чем севернее, тем теплее. Барнаул 22, Новосибирь 25, Томск 27, Абакан 30, Краснодарис 27, Лесосибирь 28, Таруханск 25 и даже до Норильска доходит здесь плюс 17 градусов. Но дальше уже здесь идут какие-то явления, вот этот островок не начало лета осени, вот это вот начинается все очень мягко, так сказать. Небольшой островок холода на Таймыре, в Хатанге плюс 10, здесь плюс 8, в севере Якутии плюс 7, Тикси 11 градусов. И вот из Сибири сюда до Якутии доходит вот такая вот рука тепла, как говорится. Ну и до Иркутска доходит здесь плюс 22 градусов, видно холодовое влияние Байкала, за Байкале, насколько здесь прохладно, в Норильске всего плюс 12 градусов. В Якутске, кстати, тоже не жарко, плюс 15 градусов. Гораздо теплее на юго-востоке вот здесь, в Республике, в Магаданском области хорошая погода, 17-19 градусов. В Магадане севернее 21-22, а на Колыме опять сюда зашло тепло, здесь 24-25 градусов, то есть на Колыме так ничего, нормально это. Анадырь плюс 15 градусов, Ветропавловск, Камчатский плюс 12. Очень хорошо жарит сейчас район Амура, здесь плюс 31 в Комсомольске, на Амуре, в Хабаровске 29, в Уссурийске 26 градусов. А Япония, кстати, в этом году как-то очень мягко, не жарко. Жара приходит в Корее, здесь около 30 градусов, в Пекине плюс 35, и уходят сюда до Монголии, это жара. Но самое жаркое место, это вот опять здесь восточный ветер, заходит через Хами, в Такламакан, и прижимает жару к горам, в итоге тоже плюс 40. Да, вот так интересно, что жара практически к тем же самым горам прижимается с разных сторон. Интересный такой феномен. Так, ну и заходит там в долины, и там остатки ледников прожаривает. Хорошо. Так, в Индии хорошая погода, особенно в центральной части. На севере немножко теплее, здесь 35-36 градусов, но какой-то чрезвычайной жары нет. Австралия, смотрим, здесь как-то прохлада установилась. Вот Камбера плюс один, да, тут вроде бы уже ушел. Здесь этот холодный фронт, который дул со стороны Антарктиды, но вот на верхних частях, так сказать, на возвышенностях, там еще прохлада осталась. Вот, а так в Сиднее плюс 13 градусов, кстати, здесь по востоку тоже далеко сюда, на север уходит прохлада. И вот Южный остров сейчас 7-6 градусов в горах, холодно. У Окленда там циклон какой-то находится. Так, небольшое. Смотрим дальше Америку. 17 градусов в Аэрбэнксе, 6-7 градусов на севере Аляски. Анкоридж 13 градусов. На севере здесь прекрасные погоды. Макинзи, Йеллонаиф плюс 20 градусов в этой зоне. А вот Гудзонов залив здесь что-то 5-7 градусов. Какие-то очень-очень холодные температуры сейчас установились. Давайте глянем в Гренландию. Здесь 4-7-5-9, вот 9-10 градусов на юге. То есть, прям такая макушка гренландского лета. Так, на Великих равнинах здесь 15-20 градусов примерно такие температуры. На юге жарко. Здесь занос с Мексиканского залива. Теплого воздуха 29-30 градусов ночью. Лас-Вегас 33, Феникс 37, Лос-Анджелес 19. Ну вот. Так, вот что пишет юзер ВД6-7Х. На следующей неделе в Южной Калифорнии. Округ Риверсайд. Температура поднимется до 40 градусов. 20 июля обещает магнитную бурю, красный уровень. Ну, не знаю. Мы смотрели. Там пока что 5-5 обещают. То есть, не особо сильно эта буря будет. Так, идем теперь дальше. Что у нас? А, не посмотрели Америку. Что там по погодным негативным явлениям. Ну, есть ячейки определенные, да. В основном по Великим Равнинам. В районе Великих Озер. В районе Канзаса. Здесь Сан-Луи, Теннисе. Ну, а так, в принципе, не так уже плохо. Смотрим Южную Америку. Ну, вот здесь пришел циклон. И непогода практически во всем Южном Чили. Причем где-то снег, где-то дождь. Но сильных морозов нет. Здесь видно ноль плюс два температуры, да. То есть, такое жесткое похолодание уже отошло. Но зато, смотрите, Бразилия, насколько она высоко на север распространяется сюда, да. Чуть ли не до экватора. И опять морозы пришли к Южной Африке. Опять мы видим здесь будут мерзнуть там, ребята. Так, давайте посмотрим, что у нас будет завтра. Какие процессы. Завтра опять вот здесь северная Италия, Балканы. Такие грозы будут, как после действия, да. Небольшие здесь дождики в районе Балтики. Циклон в итоге доходит до Беломорья практически, да. И вот здесь северо-восточной Европы. А я так понимаю, что вот этот циклон как раз пройдет через всю Украину и выйдет вот сюда, вот в район Воронежа, Тулы. И, может быть, Москву зацепит. На границе с Казахстаном вот эта вся система будет мигрировать в Южную Сибирь. Кстати, Центральную Сибирь тоже, судя по всему, затронет. Ну и по северу мы здесь видим вот такие вот грозы. А на юго-западе Якутии здесь устанавливается антициклон, судя по всему. Так что вот такие, да, вот он будет даже на юге Якутии. И вот на Колыму придет здесь, судя по всему, непогода. Так, смотрим Америку завтра. Здесь в районе Великих озер вот такая вот система довольно-таки опасная. Точнее, Великих равнин. Вот такая вот система довольно-таки опасная. Так, смотрим теперь завтрашние температуры. Не жарко, вот не жарко абсолютно. По югам вот здесь, при Черноморье, юг РФ, Казахстан. Здесь, возможно, жара в Средней Азии. Вот, и жара, возможно, вот здесь вот Северная Сибирь, Центральная Сибирь, Западная Якутия. Немножко вот сюда из-за циклона занос в сторону Белого моря происходит. А так за циклонами, даже два циклона, здесь заток прохлады с Северной Атлантики заходит. Завтрашний день будет в Америке. Довольно-таки теплый по югам, по югу-западу. Реально жаркий, смотрите, здесь прям очень жарко на юго-западе. Ну, по сезону. И доходит вот сюда до Маккензи, Северная Аляска. И даже перебрасывается вот сюда вот на Чукотку такая полоса. То есть, как бы дружественное тепло передается. Так, давно мы не смотрели на будущее. 25 июля. Что здесь будет? Не будет жары в Европе. Только по югам. Только вот в районе Средиземноморья, Черноморья. Также Северный Казахстан тоже не особо жарко. А вот Южный Казахстан, в Республике Средней Азии, довольно-таки большая жара. Жарко будет ощущаться в Западной, Центральной и Восточной Сибири, Якутии. Да, это, по сути, последняя волна жары. Ну, кстати, Таймыр, смотрите, вот эта система так и никуда не девается. Видите, она может стать вот именно ячейкой, из которой потом разовьется осенняя погода. Посмотрим. Смотрим Америку. Здесь по Великим равнинам также занос на Аляску. А вот на Западе Канады здесь уже начинается тоже какая-то прохлада наблюдаться. Будет наблюдаться. Ну, а с вами был Алекс Канабери, Лабжи. Отличное упражнение.